Добрый день, мои дорогие друзья! Сегодня снова с вами я, Керон Перзнер, в моём параллельном ульпане. И сегодня я хочу поговорить о двух глаголах. Это глаголы «дать» и «взять», то есть на иврите «латет» и «лакахат». Как ни странно, с этими двумя глаголами у тех, кто изучает иврит, есть некоторые определённые сложности. И вот об этих сложностях, о том, чем эти глаголы выделяются из своей подгруппы, я вам сейчас расскажу. Начнём с глагола «латет» – «дать». Если вы посмотрите на инфинитив глагола «латет», то вы увидите, что «ламет» – это инфинитивная приставка, это мягкий знак. «ТАВ» – это окончание, показывающее, что пропала некая первая буква корня, но мы видим только одну букву корню – «ТАВ» в середине. И в основной форме на «ТАН» что мы видим? Мы видим, что пропала не одна первая буква корня, а две слабые буквы корня – первая и третья, две буквы «нун». В настоящем времени обе слабые буквы находятся на своих местах, они никуда не пропадают. Итак, это «нотен», «нотенет», «нотним», «нотнот». Здесь этот глагол ведёт себя как обычный глагол беньяна-пааль. В прошедшем времени пропадает третья буква корня – это вторая слабая «нун». «Аны» – «нататы», «ата» – «натата», «ат» – «натат», «гу» – «натан», «ги» – «натна», «анахну» – «натану». Обратите внимание на «дагеш» во второй букве «нун». Это как бы удвоенное «нун». «Атем» – «нататем», «атен» – «нататен», «гэм» – «гэн» – «натну». Вот так спрягается глагол «латэт» в прошедшем времени. Теперь будущее время. В будущем времени пропадает первая слабая буква «нун». И получается, что они «этэн», «ата» – «тытэн», «ат» – «тытны», «гу» – «итэн», «ги» – «тытэн», «анахну» – «нитэн», «атэм» – «вээтэн» – «тытну», «гэм», «гэн» и «тну». Первой буквы «нун» нет, а вторая присутствует. Для глагола «латэт» – «дать» принято использовать повелитель наклонения или «цевуй» на иврите в разговорной речи. Обычно это считается не очень приличным. Но для глагола «латэт» это можно. «Ата» – «тэн», «ат» – «тни», «атематэн» – «тну». Этот глагол относится к коротким глаголам, для которых можно использовать повелительное наклонение. А теперь поговорим о глаголе «взять» – «лакахат». Этот глагол интересен тем, что в нем пропала первая, не слабая, а сильная буква корня «ламет». «ламет» не относится к слабым буквам «йона» – «ю», «тваф», «нун», «гэй». Но в этом глаголе она пропала. И когда мы смотрим на основную форму, «лаках», мы видим «ламет», но это не тот «ламет», который в инфинитиве. В инфинитиве «ламет» – это инфинитивная приставка. В настоящем времени следует обратить внимание на гортанную «хэт» – третью букву корня. Поэтому глагол «взять» будет звучать следующим образом в настоящее время. «Локэах», «локахат», «локхим», «локхот». В прошедшем времени никаких особенностей у этого глагола нет. Все очень просто. «Ани лакахти», «ата лакахта», «ат лакахт», «гу лаках», «ги лакха», «анахну лакахну», «атэм лакахтем», «атэн лакахтен», «вэхэм гэн лакху». А вот в будущем времени точно так же, как в инфинитиве, сильная буква «ламет» пропадает. И поэтому глагол выглядит следующим образом. Они «эках», «ата» – «тиках», «ат» – «тикхи», «гу» – «иках», «ги» – «тиках», «анахну» – «никах», «атэмма» – «атэнна» – «тикху», «гэмгэнна» – «икху». Что же касается повелительного наклонения «цвуй», то здесь такая же картина, как и с глаголом «латэт» – «дать». Опять «ламет» пропадает, получается короткий глагол, и поэтому будет так. «Ата» – «ках», «ат» – «кхи», «атэм» – «атэн» – «кху». Вот такое повелительное наклонение. Ну вот вы теперь знаете, как произносить эти глаголы. Я думаю, что вы уже не будете путаться, будете произносить их правильно. А если вы хотите ещё уроки, заходите ко мне на мою страничку изучения иврита. «Учим ивритскерон певзна в параллельном ульпане» – это в Фейсбуке и на мой YouTube-канал. А также читайте мою книгу «Параллельный ульпан». Всем вам благ. Убацлаха. Бай. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!